Кишинев продолжает стоять в пробках в часы пик и не только. Где-то пробки образуются из-за ремонтных работ, где-то из-за ошибок, допущенных при установке средств дорожного регулирования. Несмотря на постоянные жалобы граждан, вину за пробки в Кишиневе примар столицы возлагает на патрульных. В ответ генеральный инспектор от полиции заявил, что проблема в светофорах, которые не синхронизированы между собой. Утро и вечер Виктора проходят одинаково. Для того, чтобы добраться до работы, мужчине приходится выходить минимум за час. В ином случае есть риск опоздать. Из-за постоянных пробок мужчине даже пришлось переехать в другой район, чтобы минимизировать время провождения за рулем. Есть только два входа на Рыжкановке. Я жил там, снимал квартиру. Было очень сложно. После работы в пяти выходишь и час до Рыжкановки. Это очень много. С такой ежедневной проблемой сталкивается не только Виктор. Граждане жалуются, что каждый день начинается по одному сценарию, где пробки играют главную роль. Да, это есть. Это даже не спрашиваешь. Даже могу вам сказать пару мест очень интересных. Два моста, которые сейчас в работе, и за них пол Кишинева стоит. А то, что отменили регулировщиков и все сняли, как вы думаете? Нет, лучше надо. Да, 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 пусть работает. Знаете, интересно, потому что они, где их сняли, не автоматизировано до конца. А регулировщик, он видит ситуацию и начинает регулировать. А, еще есть, знаете, въезд с Балкана налево на Дойну. Вот там, да, там тоже нужен обязательно светофор. Сколько примерно по времени, чтобы проехать, это нужно? Я полчаса теряю, но хотя живут 3 КМ оттуда. Да, конечно, есть эта проблема. И именно из-за дорог, из-за закрытых, вот это чуть-чуть неудобно. К этому кругу всегда неудобно. Теряешь минимум час. И поэтому, да, проблема эта есть и будет. В конце прошлой недели примар столицы Илон Чубан опубликовал видео, в котором показал бульвар Грио Ривьеру, движение по которому было свободно. Примар заявил, что заторы на дорогах намеренно создает полиция. Смотрите, все заблокировано внизу и свободно вверху. Проблемы на дорогах создаются намеренно. Вместо того, чтобы работали светофоры, они искусственно создают проблемы. Мы поставим светофоры, эстакады, отремонтируем дороги, но та цинично, проблему создают патрульные. В ответ генеральный инспектор полиции заявил, что проблема в светофорах, которые не синхронизированы между собой, чуть позже было принято решение об отзыве регулировщиков со столичных улиц. Вызывает сожаление, что показана свободная улица, ведущая в центр столицы, а не выезды из города, где движение транспорта очень затруднено, особенно в часы пик. Светофоры в столице не синхронизированы между собой, но наши коллеги, занимающиеся регулировкой дорожного движения, сообщают по рации об улицах и перекрестках, где необходимо рассчитать движение. Рекомендую местной публичной администрации при разработке тех или иных инфраструктурных проектов консультироваться с полицией по вопросам безопасности дорожного движения. Сегодня примар столицы Иоанн Чубан в своем телеграм-канале сообщил, что подал заявление в прокуратуру для проверки действий руководителей ГИБ, которые публично заявили, что отстраняют сотрудников полиции, которые регулируют движение транспорта. Мы обратились за комментарием к руководителю отдела по связям генерального инспектората полиции Фетко Диане. На момент написания материала нам не прокомментировали заявление примара Иоанна Чубана.